Уважаемые слушатели, сегодняшний наш концерт посвящен творчеству Модеста Петровича Мусоргского и Клода Дебюси. Казалось бы, сложно найти двух композиторов, которые были бы так не похожи друг на друга. И все-таки я надеюсь, сегодня во время нашего концерта мы поймем, что были целый ряд факторов, которые этих двух композиторов сближали. И наш концерт мы откроем музыкой Модеста Петровича Мусоргского. Туча черная скрыла звездочку. «Земля ладная, возьми на тень». Творчество Мусоргского появилось и развивалось в то время, когда большинство людей впервые произнесли слова «гласность», «перестройка» и «оттепель». Произошло это совсем не в годы 60-х и 20-го века, произошло это не в 80-е, произошло это именно тогда, когда на престол зашел Александр II и появилась возможность говорить открыто о тех проблемах, которые накопились. По словам Салтыкова Щедрина, чего-то хотелось не то Конституции, не то Севрюжины с хреном, не то кого-нибудь ободрать. И в этих условиях появился целый ряд объединений, в том числе творческих. И одним из этих объединений стала так называемая «русская пятерка», как ее называют на Западе, или «могучая кучка», как ее называют у нас в России. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Композитор неоднократно говорил и писал, что он хочет создать, наконец, нечто крупное, некое произведение, которое показало бы серьезные драматические коллизии, и в котором его талант мог бы развернуться полностью. И таким произведением стала опера Борис Годунов, история которой, в общем, довольно необычно, поскольку сама работа над произведением началась довольно случайно. Мусоргскому его друг, профессор Никольский, предложил написать на музыку, на драматичнейший сюжет русской литературы, на пьесу Пушкина. И одновременно сестра Глинки, Людмила Ивановна Шестакова, подарила ему сборник пьес Пушкина, и работа началась. ПЕСНЯ Но общественное сознание более всего питается великими литературными произведениями. А кто будет спорить с Пушкиным? Пушкин – это наше все. Если Пушкин сказал, что Сальери отравил Моцарта, значит, так было и было. Если Пушкин сказал, что Иуды, как это у него там, Иуды Митяковский, значит, убил царевича, а Шуйский при этом, значит, все это дело организовывал. И в уличе собор, где труп младенца посещал, и вокруг много тел лежало уж тлением тронутый, а лик царевича был светел, чист и ясен. Огромное страшное зияло рано поет Шуйский. И вот этим своим рассказом приводит Бориса Гудомова, ну, просто в припадок галлюцинаций и так далее. ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Девушки отдыхают По словам современника Дебюси, также француза Эрика Сати, среди величайших музыкантов нашего времени Дебюси один из тех редких, чье творчество имело поистинно поразительное влияние, почти незамедлительное и внезапно глубокое. Вторую часть нашего вечера мы посвящаем творчеству Клода Дебюси. Девушки отдыхают И вначале, так же как Мусоргский, Дебюси честно пытался быть академическим композитором, писать по правилам и даже получил римскую премию. Но чем больше он старался стать академическим композитором, тем больше понимал, что это у него плохо получается, это не соответствует его природе. И тогда его источником вдохновения стали сочинения поэмы французских поэтов-символистов, а также неожиданно образы комедии дель арте. Субтитры создавал D. Субтитры создавал D. Субтитры создавал D. Субтитры создавал D. Субтитры создавал D.